В Омске начали судить мужчину, который поджег частный дом, где находились люди. ЧП произошло прошлой осенью. В результате пожара погибли двое человек. Женщина и ее сожитель. Третьему их соседу повезло. Он получил лишь ожоги рук. Уголовное дело в отношении мужчины рассматривает Омский областной суд. Все подробности у Елизаветы Василевич. Трагедия произошла на улице Пятая Чередова. Один из частных домов полностью выгорел изнутри. Пожар произошел поздно вечером. В этот момент в доме находились три человека. Все они спали. Перед этим женщина, ее сожитель и их знакомый выпивали спиртное в компании еще двух человек. В том числе и подозреваемого Виталия Питкова, который приревновал о Мичку. Виталий ко мне утром пришел. Где Вов? Еще опохмирится. Пивнули с ним. Потом еще, по-моему, пивнули. И потом Любу с Вову подскачали. Вот у них было очень много. Ну, полтора литра самогонки. Вот. Ну, пошли к ним Вовка. Позвался с Любой. А эти к нам. Пошли мы. Там у них пивнули. Виталий начал ругаться. Брониться с волкой. Я ему говорю, взяли, успокойся. Ты что? Что ты творишь-то? А ты на меня тоже начал на меня брониться. Из-за разгоревшегося скандала сосед погибших Владимир решил уйти. Женщина и ее сожитель прогнали Питкова. Вернулся он позже, когда все в доме уже спали. По версии следствия, Питков достал спички, а затем поджег вещи на веранде и скрылся. Сначала проснулась хозяйка дома. Она и разбудила криком двух мужчин. Знакомый парой вытащил сожителя женщины на улицу. Спасти его не удалось. Мужчина получил ожоги 50% поверхности тела. Он умер по пути в больницу. Скорая приехала очень и очень поздно. Мужик лежал тут какой-то. Погибал. Очень живой. Мы тут не могли ему ничего сделать. Он лежит. А скорая приехала, не знаю, минут 40. Представьте себе. Пожарный, если скажу, давным-давно. Через него ходят. Чуть ли не по нему ходят. Хозяйка дома тоже погибла. Женщина задохнулась. У погибшей осталось трое детей. Выпивали. Ну, она после инсульта что? Такая что-то. Говорить можно и все было. Вообще у нее трое детей. Ну, они на опеке. Защита. Старшая уже 24. А там двое несовершеннолетних. Еще девочка и мальчика. Лишили уже давно материнских прав. Бабушка на опеке. Выжить удалось только гостю. Тому самому, который пытался их спасти. Он получил незначительные ожоги. Сгоревший в пожаре дом восстановлению не подлежит. В результате поджога частного дома был ущерб, который составил более 300 тысяч рублей. В настоящее время Питков находится в следственном изоляторе. Он находится под стражей. Виталий Питков уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее Питков частично признал свою вину и рассказал, что хотел лишь напугать обидчиков. Однако на первом судебном заседании позиция мужчины изменилась. Свою вину он не признал. Елизавета Василевич, Сергей Степанишин и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.